Большим надеждам большое плавание. В пятницу в Иванове прошло награждение инициативной и талантливой молодежи. Конкурс Большие надежды это уникальный проект Ивановской области. Он проходит уже в 11 раз и с каждым годом количество конкурсантов увеличивается. В 2015 в нем приняли участие 43 человека. Участвуют студенты, участвуют школьники, участвуют уже работающие молодежи. В этом году у нас 43 участника. Конкурс проводился по пяти номинациям. Причем самая, скажем так, конкурентная номинация это, как ни странно, номинация интеллектуальной научной деятельности. У нас показывают, что в городе Иванов много талантливой и очень, скажем так, креативной и умной молодежи. Пять номинаций, пять победителей. В конкурсе всего один этап заочный. Прецеденты на протяжении месяца прислали свои портфолио. Члены жюри оценили достижения молодых людей и отдали пальму первенства самым деятельным и успешным. Кроме признания и грамот победителям вручили сертификат на 18 тысяч рублей. Для студентки Ивановской пожарно-спасательной академии Марии Морозовой участие в конкурсах талантов уже вошло в привычку. Весной девушка поборолась за корону красы студенчества, а буквально месяц назад стала обладательницей Гран-при на региональном этапе Всероссийского конкурса «Студент года». На больших надеждах она заявлена в номинации за успехи в творческой деятельности. Я состою в ансамбле «Барабанщиц». Сейчас активно помогаю начальнику оркестра в постановке новых дефилей и подготовке новых барабанщиц. И с 2012 года являюсь бессменной ведущей всех культурно-массовых мероприятий, организуемых академией непосредственно в стенах нашего учебного заведения и в городе. И все же в этот раз победа досталась другой участнице. Грамоту победителя в творческой номинации получила Юлия Дурандина, студентка медицинской академии, за свой проект «Танцы на роликах», который успешно стартовал три года назад. Конкретно проект, который мы здесь покажем, это будет «Танцы на роликах». Вы здесь можете увидеть финальный танец проекта именно «Вальс» на роликах, который прошел в прошлом году. И также он каждый год проходит, только меняется тема танца. Например, в прошлом году это был «Танка», а в следующем году это будет уже несколько танцев. Но пока интрига. В следующем году организаторы планируют разнообразить конкурс очными этапами. Подобные мероприятия, по мнению оргкомитета, должны стать отличным мотиватором для дальнейшего развития талантливых молодых людей в разных сферах общественной деятельности. Полина Поносицкая, Денис Денисов, РТВ Иваново.